Многие просили меня рассказать, что вчера было в Украине, что это был за праздник вчера, и что за демонстрация, и почему толкались с полицией, и вот это все. И, кстати, там еще и письмо Януковича к украинцам, но вообще интересные такие вот события произошли. Вчера. Итак, в двух словах просто расскажу вам, чтобы не особо запудривать мозги, но чтобы вы просто поняли, о чем идет вещь. Итак, вчера у нас был праздник, у нас был День Гидности и Свободы, Достоинства и Свободы. В этот день, 21 ноября 2013 года, началось наше восстание против промосковского предателя, бывшего президента Януковича, которого мы лишили звания президента впоследствии. И вот 21 ноября началось падение Януковича. То есть 3 месяца народ стоял на Майдане, 3 месяца люди, до 100 тысяч человек безвылазно находились там в палатках, приходили, уходили. Ну, постоянно было присутствие людей на Майдане, то есть огромное количество людей приняло участие. Я думаю, что за 3 месяца Майдана там, наверное, побывало несколько миллионов человек, это без преувеличения, потому что там постоянно было море людей. Ну, а там же они не постоянно находились, эти люди, то есть постоянно сменяли друг друга. И, ну, наверняка несколько миллионов украинцев приняли участие в восстании против Януковича и его банды. Значит, что интересно, что вчера собрались люди отметить годовщину, 8-ю годовщину уже нашего восстания против пророссийского предателя. И как это было? Ну, прежде всего, основные, вы можете посмотреть опять-таки видео, чтобы посмотреть на них своими глазами, как это все было. Ну, скажем так, на Майдане собралось кое-какое количество людей, там было несколько перформансов от разных политических партий. Что-то особое не было, особо много народу тоже не было, то есть были годы, когда было намного больше людей. И оно и понятно, почему, потому что Киев сейчас в красной зоне карантина, соответственно, очень многие люди просто-напросто не смогли туда приехать. И были, де-факто, только киевляне, потому что из других городов как-то приехать было, ну, не Камильфо уж совсем. Соответственно, может было, я не знаю, 2-3 тысячи человек максимум на Майдане, ну, это мизер для такого дня, для такого праздника. Увы, ях, это то, что мы имеем из-за карантина. Все было нормально, было заявлено хода наверх к президентскому дворцу, сходили туда, там уже часть демонстранцев возле президентского дворца. Во-первых, туда дошло намного меньше людей, чем то количество, которое изначально было на Майдане. Дошло, может, я не знаю, человек 500-700, больше там и не было. Поначалу, потом разошлось, осталось человек 300. Ну, оставшиеся решили немножко потолкаться с полицией, которая охраняла вход в президентский дворец. Почему, что было избрано для предлога толкать не с полицией, это то, что люди не хотели, чтобы был, производился досмотр на входе в администрацию президента туда, в офис президента, как он сейчас называется, во двор офиса президента. Не хотели, чтобы в день достоинства их обыскивала полиция при входе на территорию офиса президента. Ну, я не знаю, относитесь к этому, как хотите. То есть, люди избрали такой способ немножечко, они знали, что они не перетолкают полицию, конечно, но избрали способ больше, наверное, для картинки потолкаться с полицией. Если потолкались, ну, толкались, может быть, полчаса, час, ну, именно толкались, вот так вот, знаете, больше для картинки, толкалось, реально толкалось человек, может, 30-50, ну, вот так вот. И полицейских там стоял, может, человек 200 с той стороны. Вот, ну, так была больше картинка такая, ни больше, ни меньше, но было весело, задорно, но это нормально. Когда украинцы как-то выражают свои вот, свои недовольства, одни чем-то другим, другие третьим и так далее, и так далее, это абсолютно нормальная ситуация. Ничего плохого об этом сказать нельзя. У нас не Россия, у нас не Беларусь, у нас людям, когда что-то не нравится, они начинают бухтеть. И это нормально. Я считаю, это нормально. Потому что если они бухтеть не будут, то все будет очень печально, все будет плохо, тогда, тогда начнется Россия. Вот, поэтому, ну, что, пришли, потолкались и ушли. Вот, это все, что можно сказать по вчерашнему дню. А так, в общем и целом, конечно, собрались, если серьезно, собрались на Майдане, вспомнили погибших. Погибших у нас 110 человек, погибали уже в 14-м году, а не в 13-м, погибали уже в конце февраля месяца, 20-21-22 февраля, когда люди Януковича и, наверное, российские снайпера, которых он пригласил, открыли огонь снайперский по находящимся на Майдане. И тем, точнее, даже не тем, кто был на Майдане, а тем, кто по институтской шел туда наверх, в сторону правительственного квартала. Ну, что тут можно сказать? Тут единственное, что можно потребовать, это расследование этого всего дела. Расследование ведется, вроде бы даже предъявлены обвинения, но ключевые лица, ключевые фигуранты этого расследования удрали в Россию. Соответственно, ловят сейчас сержантов, частично тех, кто там вот стоял в оцеплении, такое. Короче говоря, ни шатка, ни валка это расследование, если честно говоря, идет. Ну, имеем то, что имеем. Вот, второй момент, это Витек Янукович, бывший наш президент, который уже не президент, которого лишили, единственное из всех президентов лишили. Вообще, президент это пожизненное, как бы, такая вот регалия, пожизненное звание. Витька Януковича лишили этого дела. Витек сидит сейчас на России, там у себя, в Ростовичах, где он там сидит, прислал нам письмо. Вы знаете, я когда это письмо начал читать, ну, я его даже до конца не читал, я вам сейчас объясню, почему. Там слишком много букв и слишком, оно слишком умное. Зная лексикон Витька и зная его умственные способности, письмо писал не он. Письмо, естественно, писал не он, письмо писал ФСБ и выдал за письмо Витька. Соответственно, анализировать что-то там абсолютно нет никакого смысла, просто в силу того, что, ну, а что мне анализировать письма, которые пишутся в ФСБ. Скорее всего, если Витька сейчас заставить прочитать вот это письмо, он его будет читать по слогам. Соответственно, как-то анализировать вот эти вот все бредни я даже не стану. Вот, это полнейший, скажем так, пересказ, полнейший пересказ московской версии нашей революции и так далее, и так далее. Поэтому останавливаться на этом даже не буду, в силу бессмысленности пересказа данного действия. Вот, ну, а сам по себе день, по крайней мере, в Киеве. Вчерашний праздник прошел более-менее спокойно, я же говорю, если не считать небольшой толкотни перед офисом президента. Вспомнили наших героев, вспомнили павших, вспомнили погибших. Посмеялись над Януковичем. Собственно говоря, все. Было интересно. Ну, как-то так, ребятки.